Приветствую вас, господа трейдеры, на нашем вебинаре. Мы сегодня с вами поговорим о фигуре двойная вершина. В принципе мы поговорим о фигуре двойное дно, по большому счету разница никакой, но мы поговорим не о классическом использовании двойной фигуры. Конечно, я вам расскажу, как принято использовать фигуру двойная вершина, но мы поговорим, как ее использовать более грамотно, потому что, может быть, в принципе, все профессионалы, которые писали о этой фигуре, они, может быть, ее, в принципе, так и использовали, потому что вы все прекрасно понимаете, что нужно использовать общий тренд. И как это делать, я вам сегодня покажу, попробую максимально подробно это все рассказать, то есть это будет как уже готовая торговая стратегия для того, чтобы получать прибыль. То есть именно хорошая готовая торговая стратегия, но, конечно, же нужно потренироваться, нужно будет попробовать это все. Сможете вы так торговать или нет, сможете вы торговать по тренду или нет, сможете вы находить развороты или нет. Я вам дам сегодня хороший фильтр, который помогает определять качественно именно разворотную фигуру. И, опять-таки, торговать по тренду, я вам расскажу, как это делать, то есть почему нужно видеть немного дальше своего носа. И вот как раз, что нужно видеть дальше своего носа, мы тоже сегодня разберем. Отлично, Давайте перейдем на мой экран, будем разбирать все на моем экране, я расскажу, что это за фигура, почему она такая интересная, почему действительно ее стоит отрабатывать, но самое главное, я расскажу, как ее отрабатывать для того, чтобы получать из этого прибыль. Я вам расскажу свой способ отработки этой фигуры, это возможно отличается от того, что принято считать, то есть как принято, принято просто смотреть возле своего носа. Включили какой-то таймфрейм, нашли фигуру, зашли уже по дорогой цене, а потом думаете, блин, почему все так плохо, почему не зарабатывается. Поэтому я вам сегодня расскажу именно то, как я ее использую, как я вижу эту фигуру для прибыльного трейдинга. Я не хочу вам пересказывать какие-то тексты, которые написаны там еще давно в каких-то книгах и пытаться вас заставить по этим текстам зарабатывать деньги, нет. Я вам расскажу именно свою версию использования этой фигуры, объясню почему. Дальше вы сможете это делать, отлично вы будете это делать. Не сможете это делать, посчитайте, что это невыгодно, посчитайте, что это неудобно по какой-то причине или еще что-то, то без проблем будете торговать так, как вы торгуете. То есть просто я вам дам одну из версий, то есть это будет версия именно моя. То есть я вам дам свою версию, а дальше уже думайте сами. Кстати, вопрос сразу, кто сегодня со мной покупал американца Крону и кто сегодня со мной покупал ВТБ. Клиенты компании Гранд Капитал получают рассылку каждый день, каждое утро по торговым идеям, которые я для вас делаю. И поэтому, если вы являетесь клиентом, ну раз вы на вебинаре, наверное, вы являетесь клиентом, то, конечно же, торговая идея была у вас тоже и вы ее, в принципе, должны были видеть на своей почте. Так, ладно, давайте перехожу на свой экран. Давайте быстренько посмотрим, что у нас было сегодня. Сегодня мы отрабатывали американский доллар Крону. В принципе, импульс был ожидаемый. На самом деле, очень много было причин, почему импульс был ожидаемый. Первая причина – это, конечно же, зеркальный уровень, который очень хорошо отработался, потом была нисходящая усеченная конструкция, было формирование восходящей конструкции на завершении нисходящей конструкции и, опять-таки, была зона перепроданности. То есть, ну много-много было факторов, которые нам, в принципе, дали эту цель. Как вы помните из торгового плана, первая цель у нас была 9.72.74, я, в принципе, здесь зафиксировался. После этого я перевел сделку без убыток. Когда я увидел этот разворот, то просто подвинул стоп уже на прибыль, которая меня устраивала в случае разворота. Поэтому у меня получилась одна прибыль нормальная, другая прибыль поменьше. Ну, в принципе, можно посмотреть, чтобы ничего там не придумывать. Вот они, эти обе сделки. Ну, почему две сделки? В принципе, вы знаете, я работаю двойным ордером, по-другому я не торгую. То есть, я торгую двойным ордером, это всегда происходит, потому что я считаю, что это хорошо, это удобно. Кому-то неудобно, в принципе, кто-то не торгует, каждому свое. Поэтому первая цель у меня закрылась по тейку, как положено, потому что я цели, опять-таки, описал. То есть, я в торговом плане написал, что мы входим на пробитие 9.67, первая цель 9.72.74, ну и, соответственно, дальше уже по целям. Ну, всегда, когда мы берем первую цель, мы, конечно, переводим сделку без убыток, в принципе, перевел. Но потом просто закрылся, да, и все. То есть, закрылся тогда, когда посчитал, что хватит. Поэтому прибыль небольшая, всего 156 долларов, но тоже неплохо. И также мы с вами отрабатывали ВТБ. Ну, ВТБ я отрабатывал на другом терминале, потому что, в принципе, я акции отрабатываю на другом терминале. Здесь очень мало денег для того, чтобы покупать акции. Поэтому, ну, просто акции я захожу большими очень лотами, поэтому этот у меня больше для того, чтобы вебинары проводить. То есть, здесь уже настроены все индикаторы, поэтому очень удобно. По ВТБ мы сегодня с вами что делали? Мы покупали на пробитии 0.418. Ну, здесь просто у нас была фигура. По факту, на самом деле, был еще восходящий тренд. Вы помните, да, на прошлой неделе мы с вами понедельник покупали на пробитии 0.390. Здесь это был понедельник, прошлый понедельник. И сегодня мы покупали здесь. Опять-таки, когда мы здесь покупали, то мы уже фиксировались частично здесь. Потом, соответственно, дальше по целям, в принципе, все было хорошо. И сегодня мы здесь фиксировались. Первую цель 0.428. Первая цель достигнута. Дальше отскочили. Но, в любом случае, у меня сделки уже без убытки. Первую цель я, конечно же, зафиксировал прибыль, потому что я всегда фиксирую прибыль на первой цели. Я не знаю, куда пойдет цена. Сейчас даже, на самом деле, если посмотреть на Сбербанк, несмотря на супер-новости, которые вышли, конечно, эти новости дали взлететь Сбербанку, потому что Сбербанк решил выплачивать огромные деньги просто в плане дивидендов. 50% от прибыли. Это круто. Сбербанк так вроде еще не делал. Но, в принципе, на этом фоне взлетели. Но, опять-таки, можем также упасть. Поэтому, в любом случае, всегда нужно уметь фиксировать часть прибыли, к чему я вас всегда, в принципе, и призываю. И не просто так я сейчас об этом рассказал, по поводу того, чтобы фиксировать часть прибыли, потому что я вам буду показывать свою версию использования фигуры двойная вершина. Ну, в принципе, так же, как и фигура двойное дно. Итак, что же такое фигура двойная вершина? На самом деле, все очень просто. Если мы посмотрим, например, вот на вот это вот движение, то это не что иное, как двойная вершина. То есть, у нас одна вершина, здесь вторая вершина. Уровень сдержал. Уровень – это не конкретное число. И когда происходит пробой уровня, это хорошо. Почему это хорошо? Потому что, скорее всего, здесь работали какие-то стоп-лоссы. И, скорее всего, здесь работали какие-то покупки. Это тоже очень хорошо. Это все, на самом деле, большой плюс. Это большой плюс, который нужно использовать. То есть, когда мы пробиваем уровень, это, наоборот, говорит о том, что фигура двойная вершина – это хорошее. То есть, эта фигура двойная вершина – хорошее. По факту, что такое двойная вершина, двойное дно? Это флэт. То есть, это когда начинается какой-то флэт. Ну, вот давайте посмотрим где-нибудь трендовую ситуацию. Ну, в принципе, их здесь, на самом деле, и вот они, трендовые ситуации идут по тренду, если. Но давайте разберем мою версию отработки фигуры двойная вершина. На самом деле, версия очень простая. Вы знаете, что я для использования, ну, для того, чтобы просто, максимально просто определять, во-первых, среднюю цену, я всегда всех учу работать по средней цене. То есть, работать не по средней, а даже, наверное, от средней цены. Потому что есть такое правило, что цена, если далеко ушла от средней, значит, она вернется обратно. Если далеко ушла от средней, значит, она вернется обратно. То есть, о чем это говорит? О том, что, несмотря на то, что здесь был супер-классный нисходящий тренд, но продавать здесь глупо. Продавать нужно здесь, от средней цены, от средней цены, потому что это выгодно. Потому что есть куда идти цене, есть куда идти котировкам. То же самое здесь продавать глупо. Как мы видим, сейчас цена идет вверх. И если вы просмотрите, то вы это увидите на протяжении всей истории Форекса. Мы ушли далеко. Вроде бы кажется, да, вот здесь вообще было супер-движение, надо 100% продавать. Но нельзя продавать, это глупо. Потому что вас вынесет по стопу, вы просто, или вы засядете с этой сделкой, если поставите какой-то большой стоп-лосс, и будете работать на один своп, и ничего не зарабатывать. И надеяться, и молиться на то, чтобы она все-таки пошла по тренду. Что, ну, ничего хорошего с этого не получится. Или вы получите убыток, или вы получите маржин-колст, если не хватит ваших денег, если неграмотно рассчитаете лот. То есть любые действия, которые будут сделаны именно далеко от средней цены, в продолжение движения, они будут, получается, максимально опасны. Вроде как по тренду, вроде все грамотно, вроде все замечательно, а получается, наоборот, категорически неграмотно. Вот такое тоже, кстати, бывает. Здесь, в принципе, вот тоже, смотрите, общий тренд у нас какой? Нисходящий. Так, ну здесь еще не уменьшается. Вот. Общий тренд видно, да, что мы здесь все-таки идем вниз. Тренд нисходящий. Куда идем? Ну, куда-то вниз. Куда-то вниз. Соответственно, здесь, наверное, на викли будет очень хорошо видно, да. На викли здесь как-то получается повеселее. И вот она фигура тоже, тоже эта фигура, двойная вершина. Вот она. Ну, здесь даже, можно сказать, тройная, кстати. Вот здесь, можно сказать, тройная вершина. На самом деле, вебинар называется двойная вершина, тройная вершина. По факту, это все то же самое, просто и бывает две вершины, а бывает три вершины. Ну, если три вершины, это еще круче становится уровень. И, соответственно, можно просто надеяться на какое-то более сильное движение против этой тройной вершины. И все. То есть, на самом деле, разница у двойной вершины от тройной, тем, что тройной вершиной подтверждается третий раз этот уровень, а следовательно, он становится более сильным, то есть более значимым. А значит, мы можем предположить, что этот уровень действительно, раз он сдержал третий раз, то он действительно очень крутой. Никто наверх не хочет против этого уровня, а значит, мы пойдем вниз. То есть вот такой вот логики мы можем придерживаться, когда появляется фигура тройная вершина. А двойная вершина в принципе, я же говорю, она в принципе похожа. Здесь у нас была тройная, вот 1, 2 и соответственно 3. И это тоже можно было прекрасно отработать. Обратите внимание, что я сейчас в первую очередь смотрю большие таймфреймы D1. Вроде вы скажете, да, но много кто скажет, что да я не торгую по D1, нафиг он нужен, блин, ну это долго. Это скучно, а мне хочется вот прям здесь и сейчас, и прям сразу, и чтобы быстро, и чтобы как вот прям вообще молниеносно, как сегодня вот мы по доллару кроне заработали за сколько там, за полчаса, да, мы первое-то их закрыли. Ну очень быстро это все было, может быть чуть-чуть больше. И давайте теперь разбираться, а как же торговать нам, если мы хотим более качественно торговать. Первое, это по тренду. Тренд, тренд, наши скользящие. Здесь я использую, ну в принципе вот, кстати, 365, все та же самая и 150, даже на дневке. То есть здесь у меня стоят просто 365 и 150. Я вообще использую пятую и 22, вот. Ну здесь стоят, просто они на всех таймфреймах стоят, 365 и 150. Это по фуллеру, я в принципе об этом рассказывал. Он использует как раз вот эти вот параметры скользящих средних, только он их использует на таймфрейме H1. Итак, сформировалась фигура двойная вершина, тренд нисходящий, значит можно продавать. Как продавать? Вот здесь самое интересное, как продавать. На самом деле это мы на истории видим, у нас все замечательно, мы знаем, что здесь нужно было продавать. Нет, здесь не нужно было продавать, потому что, ну во-первых, может быть это не фигура двойная вершина. Второй вариант давайте рассмотрим по классике. А классика говорит нам о том, что нам нужно найти линию шеи, то есть нижнюю границу этого флета. Вот она нижняя граница флета и получается, что нам нужно было продавать первый вариант, это на пробитии линии шеи. Второй вариант, более консервативный, это на закрытии сигнальной свечи ниже линии шеи. И вот здесь или здесь нам нужно было продавать. Но есть еще третий вариант на ретесте. Ну в принципе здесь можно сказать, что он был, то есть вниз вот пробили, сделали ретест и продавать. Вот такие получаются три варианта. Ну на ретесте, честно, мне кажется, что на ретесте получается уже как бы на развороте, когда цена развернулась и может пойти дальше. Поэтому на ретесте нет, на ретесте я бы ни в коем случае, наверное, этого делать не стал. Мне кажется, что если отрабатывать линию шеи, то есть на пробитии линии шеи, то лучше это делать на закрытии сигнальной свечи. А сигнальная свеча это именно тот таймфрейм, который мы с вами отрабатываем. Это и есть сигнальная свеча. Здесь вот эта сигнальная свеча, значит на закрытие сигнальной свечи по классике, по классике вы должны были продать. Потому что вы определили фигуру двойная вершина. Но мне кажется, это очень дорого, потому что, а если флэт? А если флэт, тогда ничего не получится. Так, Марина пишет, на платформе пара доллар-крона и ее нет даже в настройках, вообще многих инструментов нет, о которых вы рассказываете. Все будет, если вы записываетесь на курс, я помогу настроить вам мета-трейдер. Вообще, давайте сейчас вот я вам покажу, чтобы у вас хотя бы появились пары, хотя бы вот так. Нажимаем обзор рынка, вот такая вот кнопочка, видите, вот со стрелочками обзор рынка, нажали. После этого на любом инструменте, просто вот в этом вот окне, мне здесь нужно нажать правую кнопку мышки, и появляется вот такая вот таблица. Здесь нужно выбрать показать все символы. Нажимаете показать все символы, и у вас появляются все валютные пары и все инструменты, которые можно торговать. Когда вначале вы включаете мета-трейдер, то у вас там какое-то малое количество символов, поэтому, конечно же, вы не сможете торговать много чего. А на самом деле все очень просто. Открыли обзор рынка, открыли правую кнопку мыши, показать все символы, и все, больше ничего делать не надо, у вас все появится. Поэтому на самом деле все очень просто. Ну, если вдруг что-то такое прям не получается, очень надо узнать, не стесняйтесь, спрашивайте. Я же... для чего телеграм-чат? Для того, чтобы у вас была связь со мной. То есть, вы что-то не знаете, возьмите, спросите, понимаете? Вы замалчиваете, а потом куда-нибудь начнете сливать деньги непонятно куда, куда-нибудь вливаться в какие-нибудь хайпы, там, где вам обещают, там, на типа криптовалюте, там, где вообще они даже не знают, что такое криптовалюта, и с какой стороны к ней подходить, но говорят, что зарабатывают там миллионы, и вам дадут процентами, не знаю, по 100% в день. И потом туда понесете деньги, вас потом будут обманывать, естественно, вам ничего не вернут, а потом будете мне писать и говорить, Евгений, а вот вы в этом разбираетесь, а как мне деньги вывезти? Я вот тут вот подарила людям деньги, а теперь не знаю, что мне делать, а деньги еще и в кредит. Поэтому есть вопросы, берете, задаете, не стесняйтесь. Я могу ответить, отвечу, нет времени у меня, отвечу позже, ничего страшного, зато у вас будет ответ. Поэтому все делается просто при желании. Итак, как же можно использовать эту фигуру? Первое, мы знаем, что здесь есть какое-то сопротивление, мы знаем, что тренд нисходящий. А дальше смотрим. Понятно, да, когда мы находимся в диапазоне скользящих, то у нас есть возможность куда-то идти, вверх или вниз. Куда-то, в какую-то сторону есть возможность идти, потому что цена ходит в диапазоне средней цены всегда. То есть она может вверх пойти, потом вернуться вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Но при этом она будет находиться в диапазоне. Поэтому здесь мы только знаем, что куда-то цена может идти. У нее есть на это возможность, куда-то идти, вверх или вниз. Мы не знаем, куда. Дальше смотрим, в каком направлении у нее приоритет. А в каком направлении у нее приоритет, если мы будем использовать стахастик с параметрами 30, 10, 10. Как мы видим, цена здесь находится в зоне перекупленности. А если в зоне перекупленности, то что нужно сделать? Нужно продавать. Вот. Мы уже знаем, получается, что нужно делать. Мы знаем, что действительно, наверное, эта фигура будет двойная вершина, потому что здесь нам тоже вроде нужно продавать. Так, Марина пишет, да, это я знаю. Сейчас сделала, как вы сказали, эти пары нерабочие. А крона все равно нет. А, ну, если это вот в той конторе, в которой вы написали, то не удивлюсь. Не удивлюсь вообще, что там. Без комментариев. Здесь без комментариев. Продолжайте работать в этой конторе. Отличная контора, вообще работаете. Прям работаете, денег заработаете, море. Видите, я ничего сейчас плохого не сказал. Заметьте. О чем нам говорит индикатор стахастик? О том, что цена находится в зоне перекупленности. А если она находится в зоне перекупленности, значит, есть вариант, что цена пойдет куда? Вниз. Это хорошо. Это опять большой плюс. Но это лишь маленький такой сигнал. Маленький сигнал. Я сейчас расскажу, к чему я веду на самом деле. Я сейчас веду к тому, чтобы у нас была возможность поставить качественный стоп-лосс. И расскажу, почему именно нам нужно сделать эту возможность. И при этом взять соотношение хотя бы 1 к 2. Хотя бы. Это минимум. А дальше может быть и больше. Потому что мы же определяем по большому тайфрему. А как брать еще больше, я вам тоже расскажу. Итак, что же необходимо? Вот я не знаю. Здесь Сергей, мой товарищ Сергей здесь есть интересный. У которого сейчас уже глубокая ночь. Он просто сейчас может сразу в слету написать, что нужно сделать. Он знает точно. Он вот знает на 100% что нужно сделать. На самом деле, смотрите, здесь есть какое-то восходящее движение. Вот оно, это восходящее движение. А, он спит, наверное, да. Ну да, у него уже совсем уже поздно. Нужно построить наклонный канал по восходящему движению. И просто получить паттерн 1, 2, 3, который завершит это восходящее движение. 1, 2, 3. Что нам это дает? Первое. Мы с вами определились с направлением. Куда? Здесь мы с вами определились общим направлением. То есть, вообще общий тренд куда. И определились, что есть возможность идти куда-то. То есть, или вверх, или вниз. Потому что цена находится в средней цене. То есть, сейчас цена торгуется в средних. То есть, в скользящих средних. Получается, что нужно сделать на формировании. То есть, вот здесь вот должен был сработать. Ордер, селл, стоп на продажу. Стоп ставим за максимум. А вот здесь вот начинается самое интересное. Почему такой подход и почему он кардинально отличается от классики. И при этом вероятность получения прибыли и размер получения прибыли увеличивается многократно. И почему после такого подхода вы будете понимать, что классика, именно то, что вот много лет назад, это вообще, это просто вот совершенно не формат. Не формат, потому что именно это правильное использование. А первое, что мы здесь видим, ну, как минимум у нас появился фрактал старта, сигнальный фрактал. На пробитии фрактала старта была продажа. В принципе, все это классно, да? Вы помните, да? Когда мы пробиваемся, соответственно, здесь появляется фрактал. Но если поставить индикатор фрактал, то он здесь будет. И здесь фрактал будет. Ну, давайте даже поставим. Вставка индикаторы. Так, били и фрактал. Окей. Вот он наш фрактал старта. Вот он, сигнальный фрактал. На пробитии фрактала старта здесь была продажа. Не сложно? Не сложно. Паттерн 1, 2, 3 все знают? Я проводил вебинар по паттерну 1, 2, 3. Я думаю, тоже знают. Это не сложно. А, Б, С. Волна А, Б, С. Паттерн 1, 2, 3. Ну, или еще чего угодно. Ну, или на худой конец фигура головоплечья. Так вот, бах. Это наша головушка. А вот оно пошло, плечико. Вот оно, плечико какое. И вот оно пошло, тело. Отлично? Получилась фигура головоплечья. Видите, как все быстро рисуется. Оказывается. Оказывается, все так просто. Окажется так невозможным, да? Итак, разобрались, да? То есть, мы получили А, Б, С, продали. Почему это хорошо? Смотрите, по классике вы должны продавать вот здесь. По классике. Стоп. Вот здесь, понимаете, в чем дело? Дело в том, что или мы должны верить в то, что будут какие-то супертренды и брать стоп один к двум, но фигура-то отрабатывается. То есть, здесь расхождение правил управления рисками, а точнее, даже, наверное, правил фиксации прибыли, соотношения риск-убыток с правилами фигуры. Потому что фигура говорит о том, что мы должны отрабатывать размер фигуры. А размер фигуры у нас вот такой. Следовательно, мы должны поставить этот размер вот сюда вот. И вот здесь вот зафиксировать прибыль. То есть, вот он наш тейк-профит по фигуре. И, в принципе, как мы видим, очень грамотный тейк-профит. Почему? Потому что, ну, вот как раз отсюда и был разворот. Все грамотно. С тейк-профитом все грамотно. Но, если мы ставим стоп-лосс за фигуру, то получается соотношение один к одному. И за вычетом возможных свопов отрицательных, а отрицательные всегда больше, чем положительные. За вычетом проскальзывания, если будет какое-то сильное движение, у вас стоит отложенный ордер. За вычетом спреда, который вы платите, получается, что уже не один к одному, а один к 0,9, например. То есть, даже получается соотношение убытка вероятного больше, чем прибыли. Это если мы отрабатываем классику. Выгодно? Нет, не выгодно. Не выгодно. Что предлагают многие в интернете? Говорят, ну, они прекрасно понимают, что нельзя забирать один к одному. Это неправильно, потому что, ну, бывают плохие сделки, бывают плохое движение. И поэтому нужно соотношение брать больше. Они говорят, а давайте ставить 50%, потому что нужно забирать один к двум, а следовательно мы должны поставить стоп-лосс 50% от размера фигуры. Ну, как бы, да, во всяком случае мы тогда уходим к тому, что берем соотношение. Это хорошо. Но тогда стоп-лосс нам просто математически получается стоп-лосс. И это, ну, ведь стоп-лосс когда, то есть, что такое стоп-лосс? Стоп-лосс это когда вы закрываете позицию, так как вы понимаете, что нет смысла ее больше держать. То есть, это на смене тренда, это на изменении движения, изменении тенденции. А когда вы используете математический стоп-лосс, а если вы ставите 50% от фигуры, независимо от того, где эти 50% находятся, то получается у вас математический стоп-лосс, и следовательно он никаким боком ничего не имеет к техническому анализу. Получается тогда здесь мы плюем на фигуру и уходим в математику. И опять неправильно, опять плохо, опять так делать нельзя, это неправильно. То есть мы должны, получается, если мы используем классическую фигуру и классический подход, то наш единственный выход это брать один к одному, даже чуть-чуть меньше, чем один к одному. Все. Другого варианта, получается, в классике не существует. С таким вариантом можно заработать. Ну, если все будет хорошо, то или очень мало заработать, или топтаться в нуле. А если топтаться в нуле, вы готовы работать за бесплатно? Я нет. Поэтому получается, что нужно менять классику. Нужно подходить по-другому. А как по-другому подходить? Это определение общего тренда. А фигура вроде разворотная, но она, в принципе-то, и получилась разворотная. Ведь это движение восходящее. Восходящее. Ведь оно восходящее. Вот оно, восходящее, усеченная конструкция. Я учусь точки входа при усеченке. На курсе «Умная торговля» у меня все ученики ее отрабатывают с удовольствием, потому что это самая крутая точка входа. В принципе, она здесь на самом деле и была. Здесь была точка входа при усеченной цели. И получается, что мы работаем против этого тренда. Получается, что фигура действительно разворотная. И все классно. В принципе, мы отрабатываем разворотную фигуру, но мы ее отрабатываем по тренду. Потому что нужно видеть больше. То есть здесь тренд восходящий, но здесь тренд нисходящий. Здесь направление вниз. И поэтому мы это работаем. Поэтому мы работаем именно вниз на паттерне 1, 2, 3. Ну и здесь, видите, у нас еще и помогает возможность фрактальной точки входа. Потому что если мы используем скользящие, то как раз и получается, что волна А скорее будет как раз пробивать. А когда мы ищем, откуда? А ищем мы как раз от диапазона. То есть если где-то здесь будет фигура, то вы можете только ее вверх отработать. То есть вы можете взять вот эту вот зону. Ну фигура двойное дно. Вот оно, одно второе. Здесь мы находимся тоже внизу. О чем это говорит? О том, что, наверное, неизвестно, наверное пойдем куда? Вверх. Ведь мы находимся в зоне перепроданности. А если мы находимся в зоне перепроданности? Но я использую 30-10-10. Вы это знаете, что я не использую классику. Потому что классический стахасик это 4. 4 что-то там. Ну короче, там вообще будут вверх-вниз прыгать, как на процентном диапазоне Вильямса. То есть там настройки как бы очень сильно не фильтруют. Поэтому я использую 30-10-10. Ну и другим тоже советую использовать параметры 30-10-10. Что для этого нужно сделать? Просто нажмите по индикатору, появятся параметры. Поставьте 30-10-10. То есть период К-30, замедление 10 и период Д-10. Вот. А здесь в принципе ничего не менять, оно и так и есть. Именно в классике. И все, нажмите ОК. Тогда у вас будут параметры 30-10-10. Просто мне они больше нравятся. Кому нравятся другие, пробуйте, тестируйте. Блин, для этого вы трейдеры, чтобы головой думать, чтобы тестировать, находить лучшие результаты и все. То есть что у нас здесь получилось? Первое, что мы сделали, мы вошли по общему тренду. По общему тренду это большой плюс. Второе, мы вошли, потому что здесь у нас фигура двойная вершина. Ну то есть соответственно сформировалась всеченная конструкция. А третье, мы вошли, потому что мы знаем, что есть куда идти по стахастику. То есть стахастик говорит, что есть действительно куда идти. То есть получается множество факторов сказал, что действительно можно входить. И вошли на формирование нисходящей конструкции, паттерн 1, 2, 3. Что опять-таки уменьшает вероятность виска, потому что могли вверх пойти. Это мы здесь на истории видим, что могли вот так вот вниз чуть-чуть сходить, и здесь вот так вот вверх полететь. А почему нет? И ничего такого бы в этом не было. Здесь мы тоже спустились вниз. Вот здесь мы тоже спустились вниз. Но при этом мы еще насколько сильно спустились вниз после этого. То есть просто цена дольше находилась в зоне перепроданности и все. Поэтому в любом случае 1, 2, 3. Есть 1, 2, 3, работаем. Нет 1, 2, 3, не работаем. Получается что? Получается что мы вместо того, чтобы по классике, именно по правильному, если мы здесь входим, то у нас стоп-лосс где-то получается 256 пунктов. А мы ставим не 256, а мы ставим 129, 130 пунктов, да? То есть 130 и 256 это разница очень большая. Ну вот почти 2 раза получается разница в принципе. Второе. Что нам это дает? Ведь вы не забывайте, что мы от этого получаем. Мы от этого получаем как раз вот этот стоп-лосс, который сейчас ставят 50% от фигуры. Но ведь у нас и получится 50%, правильно? В итоге. То есть у нас стоп-лосс получается небольшой, который можно ставить. Следующее, что мы получаем, самое приятное, то что на нижней границе фигуры, а если это флэт, а если цена дойдет до нижней границы, будет конечно же ложное пробитие, как без него. Ведь здесь как раз будет большинство входить. Поэтому даже если цена хочет пойти вверх, то обязательно будет это ложное пробитие. И потом цена пойдет вверх. Таких ситуаций на самом деле куча. Их куча ситуаций. Посмотрите повнимательнее. Их очень много. Но мы же здесь закроемся частично. То есть одну вторую мы закроем. Первый тейк профит закроем. Потом переведем сделку в безубыток. То есть стоп-лосс вот этот вот поставим вот сюда. И если будет разворот, то просто в итоге нас вынесет по безубытку. То есть мы здесь зафиксируем часть прибыли. Но то, что сегодня было по кроне. То есть я зафиксировал первую цель. Вторую цель закрыл с меньшей прибыли. Ну в два раза меньше прибыли было. И все. То есть вот так. И здесь то же самое получится. Если будет разворот, то нам это не страшно. А если будет продолжение, то здесь как раз мы берем вот этот размер фигуры, ставим сюда и закрываем тейк. В итоге получается, что мы так как мы здесь пошли, а не здесь, у нас тейк профит размер увеличивается. При том, что первоначальный стоп-лосс был максимально маленький. Ну здесь у нас сколько получается? Первоначальный стоп-лосс 130 пунктов, а тейк профит в диапазоне 370-380 пунктов. Это по второй сделке. Это почему? Потому что мы входим раньше. Давайте разберем еще один вариант использования, который в принципе тоже очень актуален. На самом деле это можно было использовать и здесь, в том числе. Можно было использовать, ну просто здесь, наверное, будет более видно, лучше будет видно, поэтому мы используем. Здесь у нас тоже на самом деле получилось ровно то же самое по текущему тренду. По текущему тренду цена находится где? То есть мы смотрим, мы понимаем по индикатору стахастик, когда нам смотреть. Мы находимся вверху? Вверху. О чем это говорит? О том, что наверное пойдем вниз. Мы не знаем, наверное пойдем вниз. Дальше мы смотрим. Появилась фигура двойная вершина. Кроме того, что это фигура двойная вершина, ровно то же самое, что было здесь. Обратите внимание, что это происходит постоянно. Это просто классика. Это классика, которая не меняется и не будет меняться по той причине, что толпа есть толпа. Толпу надо иметь. И крупный участник это отлично делает. А вот она вершина, которая была. Вот она. Что произошло? Вот оно пробитие. Вы же его видите, да? Вот оно пробитие. Это пробитие было на сколько? На 10 пунктов. На 10 пунктов мы пробили максимум. Для чего? Здесь работали стоп-лоссы. Здесь работали отложенные ордера на покупку. Потому что наверняка какой-нибудь умник отрабатывал фигуру двойное дно. Вот здесь вот нашел фигуру двойное дно. И подумал, я сейчас здесь на пробитии куплю. И 100% купил. И конечно получил убыток на 50%. Ну сейчас же модно, и сейчас все зарабатывают один к двум. Поэтому ставят на 50% от балды. Вот чисто по математике. И поэтому получили убыток. Это нормально. Это нормально, потому что нужно думать немного шире. Нужно видеть немного шире. А давайте теперь разберем вторую ситуацию. Второй прием использования этой фигуры. Я не буду искать какие-то вершины. Или двойное дно, двойная вершина. В принципе я уже сказал, что это совершенно одно и то же. Это уровень, который подтверждается двумя или тремя касаниями за определенный промежуток. То есть не касание, а касание на тиковом графике. А именно ударились, отбились, откатились, ударились, отбились, откатились. Это двойная вершина. Еще раз вернулись, опять ударились, опять отбились, откатились. Это тройная вершина. Если происходит пробитие, то есть обновление максимумов. Или для двойного дна, или тройного дна обновление минимумов. То это хорошо. Это хорошо, потому что нужно выносить стоп-лоссы, именно вот это вот большее количество участников, потому что именно на этом живут те, кто умеют торговать, на том, что вот как раз жестко сливают те, кто не умеют торговать. Ну, если вы хотите научиться, я уже говорил, что есть такая еще возможность, это записаться на курс, который стартует 23 сентября, то есть уже вот-вот, уже очень скоро, поэтому пишите, если вдруг вы хотите обучаться, то пишите. Не хотите, ну, вот можете, в принципе, пробовать самостоятельно учиться, тоже это не возбраняется, то есть тут уже как, смотрите, как хотите, потому что, может быть, кому-то легче с наставником, а кто-то терпеть не может учиться и вообще ему кайф просто за графиками понаблюдать и на центовом счете поиграться, тоже, ну, знаете, каждому свое, а кто-то умеет самостоятельно обучаться и очень хорошо. Давайте разбирать вот эту ситуацию, то есть у нас здесь тоже мы ударились, да, после этого мы откатились, действительно был откат, после этого был опять импульс и, конечно же, он обновил максимумы, конечно же, так должно быть. Это хорошо, это хорошо, значит, здесь повыносило людей, понимаете, здесь пооткрывались покупки, это же классно, это же замечательно, значит, точно пойдем вниз. Ну, не точно, прям точно-точно не бывает, но давайте определимся, а где же линия шеи, а вот она линия шеи, ведь вот она линия шеи, правильно, ну, фигуры этой, то есть вот, вот он наш флэк, вот она двойная вершина, вот он нижняя точка, соответственно, линия шеи у нас получается где-то, где-то примерно плюс-минус, где-то здесь. А значит, если мы отрабатываем фигуру, это я сейчас показываю просто фигуры, которые отработались, именно как фигуры отработались, но все равно они невыгодны, все равно нужно отрабатывать ее по-другому, то есть я уже сказал, что классику отрабатывать по классике не надо, потому что вы должны поставить какой-то непонятный стоп-лосс, который с большей вероятностью выбьет, вы должны мало заработать и нафиг ее вообще-то отрабатывать, просто не понимаю. Но, если по классике, то мы должны, получается, продавать здесь, то есть закрылась вот эта вот черная свеча, закрылась ниже линии шеи, и мы должны здесь продать, в таком случае у нас стоп-лосс получается, если поставить его грамотно, то, ну, то есть за максимум, за максимум, за уровень, то он получается где-то вот плюс-минус 110 пунктов, стоп-лосс, 110, да, мы это запомнили, что стоп-лосс 110 пунктов, ну, соответственно, на 110 пунктов мы должны зафиксировать прибыль. В принципе, здесь все очень просто. Это по классике. А как же мы можем сделать? Ведь мы знаем, что я неоднократно рассказывал, когда опять-таки рассказывал и про фигуры, рассказывал немного про измененный волновой анализ, который я использую постоянно. Я рассказывал о том, что в каждой волне есть свои подволны. То есть, в каждой конструкции есть свои подконструкции. И это есть и, конечно же, с фигурой двойная вершина, двойное дно, тройное дно. Да и любые другие фигуры, потому что это просто большой таймфрейм, таймфрейм D1. Почему D1? Почему я смотрю сначала D1? Потому что мне нужно понять, куда дует ветер. Сегодняшний торговый план, который мы с вами отрабатывали по кроне. Ведь я почему покупал? Да все очень просто, потому что на таймфрейме H1, на уменьшенном таймфрейме H1 была нижняя граница восходящего ценового канала и был зеркальный уровень. То есть, на большом таймфрейме я не анализировал для того, чтобы принять решение изначально, искать мне точку входа или не искать. Я не анализировал малый таймфрейм. Зачем? Малый таймфрейм для входа нужен. Они для анализа. И здесь мы то же самое делаем. Мы на большом таймфрейме сделали анализ. Мы знаем, что здесь было пробитие. Мы этому очень сильно радуемся. Это все очень замечательно. И нам теперь нужно искать продажу. И опять-таки по стахастику мы знаем, что действительно нужно искать продажу. Потому что куда пойдет движение, скорее пойдет вниз. Куда пойдет движение по общему тренду, скорее пойдет вниз. Все сходится. Низ, низ. Двойная вершина с ложным пробитием. Супер. Остается только найти точку входа. Давайте это сделаем. А для этого просто перейдем на меньше таймфрейм. Ну, например, давайте H1. И найдем эту ситуацию. А что мы здесь увидим в этой ситуации? Вот она фигура двойная вершина. Опять, видите, я здесь нашел. То есть она на D1 была и на H1 тоже есть фигура двойная вершина. Вот она. Вот она, эта фигура двойная вершина. А следовательно, получается, что первое мы можем отработать по ситуации номер один. Это построить наклонный канал. И на паттерне 1, 2, 3 вот здесь получается продаж. Это первая ситуация. В принципе, отличная ситуация. А вторая ситуация, это просто построить эту фигуру и отработать ее по классике. Ведь вот у двойной вершины, вот где находится нижняя граница. Вот он, этот флэт. То есть вот мы здесь пошли вверх, после этого отбились, пошли вниз, отбились, пошли вверх, отбились, пошли вниз. Получается, когда нам по классике нужно продавать? Вот здесь на закрытии сигнальной свечи, сигнальная свеча именно этой фигуры, а здесь у нас таймфрейм H1. На закрытии сигнальной свечи ниже линии шеи. Вот она, линия шеи. Мы ее с вами построили. Свеча закрылась, а следовательно, что мы делаем? Мы продаем. Вот мы здесь берем и продаем. Вроде бы здесь кажется, что ну классика, а что нам брать? Но ведь мы не собираемся брать размер фигуры, вот этот, он нам нафиг не нужен. Зачем? Зачем нам брать размер этой фигуры? У нас первый тейк профит будет вот здесь. Вот здесь будет первый тейк профит. А при этом стоп-лосс у нас будет где? А стоп-лосс у нас будет за фигурой. Ведь мы знаем, что грамотная установка стоп-лосса это за фигуру. То есть мы должны ставить стоп-лосс за, то есть не внутри математический стоп-лосс 50%, а за фигуру. Вот за фигуру его и ставим. Ставим стоп-лосс за фигуру. То есть у нас здесь получается стоп-лосс равен, вот мы за фигурой 17, 18. Ну давайте, чтобы проще было 20. Стоп-лосс равен 20 пунктов. Первый тейк профит, 80 пунктов, это первый тейк профит, первый. Это просто наш безубыток, который, это та ловушка, про которую я все время рассказываю. То есть это нижняя граница этой фигуры, там где вы только бы вошли, если бы вы отрабатывали классику. Ведь вы помните дневку, да? Вот она ведь дневка. Вот здесь вы бы только вошли, даже вот здесь вот вы бы вошли, а мы же входили здесь. То есть 80 пунктов мы забрали, при том, что 20 был стоп-лосс. Это первая цель, это первая цель. Еще раз напоминаю, первая. А дальше мы берем нашу фигуру. Классика есть классика, от классики далеко не уходим. Мы же ее используем в свою пользу. Вот он, размер фигуры. И мы берем этот размер фигуры, ставим сюда, и вот она, наша конечная цель. Ну, в принципе, здесь у нас вот уровень. И получается, забираем вот этот размер. А это уже 170 пунктов. Нормально так, да? При 20. То есть у нас 20 был стоп-лосс, 20 пунктов. А мы забрали 170. Почему? Потому что мы знаем, что такую вот... Помните, я когда-то давно разбирал фигуру, которую, в принципе, сам ее и разработал. И сам ее, ну, не я назвал, мне на самом деле помогли мои ученики назвать. Фигура Матрешка Багураева. То есть она же Матрешка. Почему? Потому что в одной кукле такая же кукла внутри есть. А в той кукле есть еще одна кукла. А в той кукле есть еще одна кукла, которая просто меньшего размера. Так почему же это нам не помнить, когда мы начинаем искать точку входа? Почему нам не использовать эту фигуру просто на меньшем таймфрейме? Мы здесь увидели, что появилась фигура двойная вершина. Если мы хотим использовать эту фигуру и поставить маленький стоп-лосс, при этом взять огромный тейк-профит, то почему нам просто нельзя перейти на меньший таймфрейм и посмотреть, а вдруг там будет точка входа? Мы не знаем. Никто не знает, откуда мы можем знать, будет точка входа или не будет. Но если она у нас будет, почему нам ее не отработать? Почему нам не поставить качественный стоп-лосс за фигуру? Ведь качественный стоп-лосс он будет только за фигуру. Математический стоп-лосс не может быть качественный, потому что он просто рассчитан на том, что ну как-то отстойно брать один к одному, поэтому я поставлю маленький стоп-лосс. То есть не потому, что я понимаю, что разворот будет и мне нет смысла держать позицию, а потому что отстойно забирать один к одному. То есть вот это называется математический стоп-лосс. А здесь мы ставим грамотный стоп-лосс. Мы находим эту фигуру, двойная вершина, и мы ее отрабатываем по классике. Но в профит мы берем вот эту фигуру. Понимаете в чем дело? То есть в профит мы берем фигуру, которую мы определили согласно, во-первых, направлению общего тренда. Согласно того, что мы недалеко находимся от средней цены. И согласно того, что стахастик нам говорит о том, что цена находилась в зоне перекупленности, а значит, наверное, она пойдет вниз. Ей есть куда идти, и что самое интересное, есть куда идти. По классике она может немного пройти, то есть именно по этой фигуре. Но за счет того, что мы ее отрабатываем на меньшем таймфрейме, за счет этого мы забираем вот эти вот большие деньги. То есть мы ставим маленький, небольшой, очень небольшой стоп-лосс, но мы ставим его за фигуру при этом. Он небольшой, но он за фигурой. Понимаете? Тут очень большие плюсы идут на самом деле. И вот, в принципе, такой подход. Не знаю почему, мне что-то так захотелось с вами поделиться. Просто смотрю, как косячат, мне скидывают иногда люди сделки и просят, чтобы я их посмотрел. Я вижу, что как-то что-то где-то явно недобор знания. И поэтому подумаю, что нужно попробовать вот как-то с вами все-таки поделиться своим подходом. Но на самом деле вот здесь была фигура, можно было отрабатывать тоже на продажу, по тренду. То есть вот видите, мы поднялись вверх. Поднялись же вверх, поднялись. Фигура, кстати, тройная вершина. Вот один, два, три. Вот она тройная вершина. То есть опять, получается, можно было отрабатывать эту тройную вершину, это дневка. А отрабатывать же можно было точно так же, просто перейти на меньше таймфрейм. И вот она была эта ситуация, ложное пробитие. То, что я всегда рассказываю. Вот давайте мы вот это вот сделаем поменьше. А следующую мы сделаем другого цвета. Потому что она нужна с внутренней, чтобы мы просто не сильно запутались. А то вы запутаетесь, потом скажете, что я плохо объяснял. Вот. И здесь у нас что? У нас опять тройная вершина? Ух ты, круто! Тройная вершина на тройную вершину с ложным пробитием. Мало того, с каким ложным пробитием? С тройным ложным пробитием. Ну, вы круче сделку могли найти? Я думаю, нет. А почему с тройным? Смотрите, этот максимум. Вот я на него поставил перекрестие. Находится на цене 1.28.901. Следующий максимум. 1.28.920. И следующий максимум. 1.29.168. То есть, получается, что здесь у нас повторялись максимумы. Это же замечательно. То есть, были выносы. Здесь вынесли. Здесь вынесли. Шикарно. То есть, мы получили фигуру тройная вершина. И вот здесь у фигуры двойная вершина, которая... Ну, вот у этой фигуры, конечно же, есть и линия шеи. То есть, нижняя граница этого плета. Вот она. Вот она, нижняя граница плета. И можно было смело продавать или здесь уже, когда оказались ниже. Или когда увидели этот ретест, что произошел. Или когда свеча закрылась ниже. То есть, в любом случае, здесь вы где-то могли рассматривать продажи. Или на формировании паттерна А, Б, С. Ну, 1, 2, 3 который. 1, вверх 2, вниз 3. Ну, таким образом, вы отрабатываете по тренду. А тренд у нас какой? Нисходящий. По тренду. Вы отрабатываете от средней цены. А вы отрабатываете по стахастику. А стахастик у нас здесь еще и дивергенцию нарисовал. Вот она, эта дивергенция. Максимум-то у нас обновился. А здесь нет. То есть, это о чем говорят? Потому что дивергенция, слабость. И просто перешли на меньшинственный фрейм. И отработали здесь. То есть, получается, что у нас нижняя граница где была? Изначально нижняя граница у нас была, ну, линия шеи, которая. Линия шеи у нас была вот здесь. То есть, получается, что? Получается, что теоретически мы должны были где-то здесь продавать. И эту фигуру брать в профит. Ну, она, может быть, по аккурату и отработалась, эта фигура. Но это опять получается, что мы-то заработать ничего не заработали. Ну, да, да. Видите, фигура отработалась, в принципе. Размер фигуры отработался по-любому. Вот. Но мы-то с вами, получается, вошли здесь. Стоп-лосс поставили здесь. Получается, 71 пункт стоп-лосс. 71 пункт. По классике мы должны были поставить стоп-лосс. То есть, по правильному, если мы отрабатываем фигуру. Мы должны были поставить стоп-лосс, получается, где-то вот 275. Ну, разница между 70 и 275, я думаю, тоже присутствует Получается, что уже заработок падает, стоп-лосс огромный Соотношение мы уже как-то особо не возьмем А здесь, за счет того, что мы поставили маленький стоп-лосс Мы на нижней границе этого флета, то есть на линии шеи Там, где классики входят, мы уже закрываем часть прибыли Причем закрываем эту часть прибыли 1 к 3 прибыли Переводим сделку в безубыток И дальше забираем свою фигуру, которая нам дает еще огромный профит Почему мы это делаем? Потому что мы можем переключаться на таймфреймах Это не сложно, видите, это не сложно переключаться на таймфреймах Почему люди не хотят переключаться на таймфреймах? Это сложно? Почему люди включают, он торгует на М15 Он включает вот М15 с утра и начинает на нем торговать Ему просто по боку, что вообще творится И, блин, как график выглядит, куда цены идут Почему нельзя посмотреть, куда торговать? Почему нельзя как-то принять торговое решение, а потом уже торговать? Вот этого я честно не понимаю Вот здесь тоже, видите, было накопление Которое также вон по стахастику можно было отрабатывать Но для того, чтобы знать, куда отрабатывать, научитесь анализировать большие таймфреймы Научитесь смотреть на больших таймфреймах, куда ветер дует Куда ветер дует, вы сначала определите, а потом уже торгуете И торгуйте по фигурам, есть фигура ABC Торгуйте по фигуре двойная вершина на меньшем таймфрейме То есть переходите на меньший таймфрейм, находите эту фигуру отрабатывателя Но отрабатывайте правильно, стоп-лосс ставьте за фигуру За счет того, что вы переходите на меньший таймфрейм, вы можете это сделать не в ущерб прибыли Если вы просто торгуете какой-то вот уперто один таймфрейм, ставите за фигуру То это уже не дело, то есть вы на этом не заработаете Не заработаете, действительно так и есть Поэтому вот попробуйте такой подход Не знаю, вам понравился, не понравился, может быть не понравился Кто будет записи смотреть, обязательно напишите в комментариях Как вы считаете, такой подход имеет право на жизнь или это полный отстой Если полный отстой, считайте так и пишите Полный отстой, мне будет интересно посмотреть такие отзывы В принципе, все, что я хотел рассказать про фигуру, я вам рассказал. Я, честно, по-другому использование этой фигуры не вижу. Я понимаю, что если по-другому использовать, то это просто абсурд. По-другому вы не заработаете. Вы сюда приходите для того, чтобы заработать. Поэтому вам нужно брать соотношение. Вам нужно понимать, куда дует ветер всегда. И работать именно по ветру. А это несложно. Это можно просто сделать. Понимаете, вот у меня изначально я всегда просматриваю большие таймфреймы. У меня много валютных пар. И я все валютные пары просматриваю вот именно вот так. На больших. То есть, видите, везде дневки стоят. Я не смотрю маленькие. Потому что малый таймфрейм нужен просто для того, чтобы войти в рынок. Но это последнее. Потому что если я вижу, что здесь нет смысла входить в рынок, я и на малый таймфрейм не буду переходить. Зачем мне анализировать эту валютную пару на малых таймфреймах, когда она мне неинтересна? Она должна сначала стать интересной. А потом я ее буду уже отрабатывать. Но если она неинтересна, то я ее не буду отрабатывать. Ну это же логично. Поэтому сначала большой таймфрейм находите. Вообще будете ее работать, не будете, а потом уже принимаете торговые решения. И не по-другому. По-другому не должно быть. Так, вопросы. Есть по пройденной теме. Может быть что-то непонятно. Если какие-то есть вопросы, не стесняйтесь, спрашивайтесь. Вы для этого и приходите на вебинары, для того, чтобы вы могли задавать вопросы. То есть у вас есть вопросы, вы их задаете, я на них отвечаю. То есть я никогда никакие вопросы не игнорирую. То есть любые вопросы вы можете мне задавать, вы это прекрасно знаете. На D1 стоят также, ну смотрите, два варианта. Первый вариант, вы используете 365 экспоненциальную и 150 экспоненциальную. Здесь я вам показывал именно этот вариант. Использование 365 и 150, потому что они просто показывают, куда дует ветер. И все. То есть задача показать, куда дует ветер. Поэтому отлично. Подходят шикарно. Также можете использовать 5 и 22 экспоненциальную скользящую среднюю, которую также я использую на D1, но это у меня на другом терминале. Но по большому счету, вот честно, для меня нет большой разницы по той причине, что задача, ну вот если мы используем в качестве двойной вершины, то наверное все-таки лучше использовать 365 и 150, потому что там получается диапазон шире, его лучше видно. Если вы будете использовать малые параметры, ну вот например 5 и 22, 5 все-таки она очень быстрая. И поэтому будет все-таки она сильнее идти за ценой, а следовательно вы меньше будете видеть именно направление общее. Поэтому лучше все-таки использовать, наверное, для фигуры двойная вершина и двойное дно, лучше использовать 365 и 150. Так, Сергей пишет, когда попробуем, тогда появится. Отлично. Ну появится, без проблем пишите, задавайте вопросы. Если появится, можете под видео опять-таки задавать, можете в чате писать. У нас же есть телеграм-чат, поэтому можете задавать вопросы. Если вдруг что-то будет непонятно, конечно, обязательно всегда спрашивайте. В принципе, если вопросов больше нет, то мне остается вам пожелать прибыльной торговли. Да прибудет с нами профит. До новых вебинаров. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...